И вот около этой виллы более двух лет назад появлялся Владимир Осечкин, и сейчас Володя с нами на связи, и Геннадий Гудков, который знает эту систему ФСБшную изнутри, а там ФСБшников вокруг этой виллы ходит, как я так понял, Володя, табунами у вас там ФСБшники ходят, да? — Здравствуйте, Глеб. Приветствую Геннадий, приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем добрый день. Они ходили до последнего времени, пока мы сюда не приехали, пока здесь на побережье не высадился десант из диссидентов и правозащитников, и больше теперь они сюда не ходят. Сюда они больше не ходки. А мы делаем все возможное, чтобы очистить побережье Франции от путинских олигархов, и в принципе у нас, судя по всему, это неплохо получается. — И сейчас мы увидим фотографию, где это ноябрь 2021 года, за три месяца до войны, около этой самой виллы появилась такая удивительная совершенно картинка с фото пыток, и написано «ФСБ Гестапо Русское». И вот красненьким, вы понимаете, да, что, так сказать, закрыто на этой фоточке. Володь, это вы с ребятами, так сказать, наклеили эту фоточку-то или кто? — Ну, конечно, это акция прямого действия New Dessence Foundation и «ГУЛАГУ.нет». Это произошло буквально через полтора месяца после вывоза архива пыток Сергеем Савельевым из России во Францию. И вот как раз это один из тех кадров, которые облетели практически весь мир тогда с характерной пыткой, изнасилованием вот этой красной шваброй, про которую, в общем, снято достаточно много всего. Это один из самых страшных методов путинской России. Это то, что ФСБ Путина сделало с россиянами, со свободолюбивым народом, поработив его и починив с помощью пыточных конвейеров. И, конечно, мы этот образ яркий повесили на вилле тогда еще Путиных. И, начиная с 2021 года, мы добивались того, чтобы виллы Путиных были арестованы, конфискованы, потому что очевидно, что Путин и его семья причастны к преступлениям против человечества и человечности не только в отношении Украины и украинских пленных, но и в отношении России и россиян, потому что на протяжении 20 лет они их били, пытали, насиловали и убивали. Володь, давай посмотрим выдающееся видео, но это Сергей Савельев проник не на ту виллу, которая сейчас конфискована, а на какую-то, видимо, там соседнюю или рядом, кстати, более пафосную. И вот, говорят, она принадлежала дочери Путина в бытность ее замужем за Кириллом Шамаловым, про которого мы сегодня поговорим. Но сначала вот это проникновение, это же надо, это фантастика, ну просто вообще. Давайте посмотрим этот эпизод. Составер комитета я инспектирую виллу Путина и Шамалова. Наша акция, в первую очередь, гуманитарная. Она для тех, кто пострадал от путинского режима, коррупции и пыточных лагерей. И вот мы останавливаемся на входе в виллу. Геннадий Владимирович, я от вас хочу услышать. У вас какое ощущение, что как-то скромновато вилочка-то, нет? Ну, что там скромновато. Это же одна из многих. Я давно узнал информацию, когда семья Путина через своего одного знакомого питерского покупали виллу в Берлусконе, для как раз для дочерей. Я, правда, не видел эти виллы, но думаю, что они были покруче. Все-таки Берлусконе человек состоятельный. Вот, по крайней мере, так мне во всех погробностях и красках рассказывают те люди, которые хорошо знают семью Путина. Ну, что можно сказать? На самом деле, вот у меня вчера была там большая беседа с двойнями, там много было депутатов различных национальных парламентов. И вот мы там обсуждали вопрос положения политзаприченных в России. И вот они говорят, а как вот мы можем, блядь, и как мы можем повлиять, как мы можем повлиять? Я говорю, слушайте, ребят, да у вас вообще все козыри в колоде. А вы меня спрашиваете, а почему вы не можете начать сейчас расследование по расхождению капитала? Только не трогайте бизнесменов и даже не трогайте олигархов, потому что, так сказать, олигархи, как бы, так сказать, притча вырезается. А вы возьмите семьи официальных должностных лиц высокого ранга. И посмотрите, кто у вас тут живет. Вот я, Володя, я к тебе приеду, как вот мы договаривались, я там еще одну фамилию интересную. Там прямо полная связь и с Кремлем, и с региональными элитами. Там человек живет спокойно, и еще ходит с гордо поднятой головой по Югу Франции. И таких людей много. Это не единственное, так сказать, то, что я знаю. Поэтому вот я предложил бы, слушайте, ребята, давайте так вот, возьмите на основании вашего закона, там, уголовного, гражданского, не знаю, какой-то, возьмите, проведите антикоррупционное расследование. Попробуйте происхождение капитала. Проведите это отношение ряда семей крупных чиновников, поддерживающих путинских режимов. Я вас уверяю, что 90% капитала имеет коррупционное криминальное происхождение. Вот, пожалуйста, вам предмет для торга. Уж извините. Они говорят, слушай, а как мы тогда, если же мы найдем коррупционные составляющие, как же мы можем тогда прекратить следственные действия и поменять этих людей, предположим, или поменять какие-то там результаты нашей работы на полицию. То есть я говорю, ну уж вы там сами как-то договоритесь, у вас там есть суды, верховные и так далее и тому подобное. То есть на самом деле, давайте говорим по-честному. Я думаю, что Владимир подтвердит мои слова. Сейчас, после двух лет войны, на юге Франции, на юге Испании, на юге центра Австрии, где-то в каких-то красивых укротах на городах Италии, продолжают прекрасно жить, прекрасно существовать десятки, а может быть сотни семей крупных воскопоставленных должностных лиц России. Вот я хотел бы у Владимира спросить, так это или не так, Валерий? Ну только за последние полтора года мы фиксировали приезд на французский курорт Куршавель жены Тимура Иванова, одного из заместителей министра обороны России, как раз денежного кошелька Сергея Шойгу, через которого они как раз и выводят огромное количество денежных средств из Минобороны, обогащаясь за счет войны, за счет строительства на оккупированных территориях и так далее. Вот его жена приезжала тратить денежки на французский курорт Куршавель в сопровождении целой свиты и очень известных певцов. Буквально практически в это же самое время жена директора службы внешней разведки госпожа Нарышкина, в кавычках берем госпожа, там она нам не товарищ, приезжала, была замечена в Париже на самой последней модели С-класса, заезжала в посольство отобедать с послом, собралась в сторону Сан-Тропе и Ниццы, но потом наши волонтеры ее зафиксировали, сфотографировали, прислали нам фотографии из Парижа, мы все это опубликовали. В общем, она свою поездку как-то на юг Франции, у нее что-то не задалось, она отменила, вернулась в посольство, отсиделась, получила инструкцию от мужа и убыла в Своясе в Россию. Но они действительно приезжают, они ездят на самых последних моделях дорогущих автомобилей стоимостью сотни тысяч долларов и евро, в сопровождении охраны. У них действительно виллы. Вот вы так, Глеб, немножко с пренебрежением о скромности виллы заявили, но я могу сказать, что это не просто вилла, это вилла на первой линии с видом на маяк Биорица. Это место такое достопримечательное, таких вилл на побережье всего там 10-15 максимум. И она одна из самых больших и дорогих. И как раз происхождение ее, ее покупал когда-то Геннадий Тимченко с тем, чтобы угодить Путину. Путин из середины 90-х в Биорице и покупали здесь виллы. Они очень любили, здесь мягкий климат, не так жарко, как на юге. Рядом горы, снежочек, в то же самое время устрицы и так далее. И в общем Тимченко покупал это, а потом, видимо, в качестве свадебного подарка, по нашей информации, передавал это, преподносил одной из дочерей Путина и Кириллу Шамалу. То есть это такой барский, царский подарок. Ну и если с точки зрения современности, если мы меряем их не царями, а тем, кем они являются с точки зрения документалистики, президент и бизнесмены, ну, конечно, это взятка в особо крупном размере, которая была дана для того, чтобы получать какие-то выгодные государственные контракты с государственными предприятиями, с самим государством. Все это очевидно. Поэтому вот следующее на подходе как раз уже вилла Сюзана, которую мы атаковали с 2021 года, она уже де-факто конфискована, и об этом уже можно открыто говорить. Следующее на подходе вот это вилла Альтамира, куда Сергей Савельев как раз заходил с гуманитарной акцией, потому что мы тогда хотели посчитать количество спальных мест и сколько там можно украинских беженцев расселить, которым как раз в тот самый момент, самое начало войны, негде было в Европе жить. И мы как раз предлагали, как один из временных вариантов, до окончания полноценного расследования, принятия судами через 2-3 года решения о конфискации, мы тогда предлагали взять и расселить всех украинских беженцев, и украинских беженцев, и российских политических беженцев, которым негде жить. Нужно их просто было там заселять на все эти виллы и яхты. Давай посмотрим изнутри, как Сергей Савельев ходит там по этой вилле, и там украинский флаг. Это действительно, так сказать, очень изящно. Я напоминаю, что Сергей Савельев человек, который за 3 месяца до войны вывез весь этот огромный пыточный архив из России, и благодаря этому весь мир узнал, что это просто жесть какая-то, что творится в российских тюрьмах. Вот этот самый Сергей Савельев вместе с Володей расследует всех этих жирных котов. Смотрим внутри виллы. Как видите, кое-какие приготовления уже сделаны. Прихожая, гостиная, очень просторная. Есть несколько мест, которые также могут быть использованы как спальные. И прекрасный вид в кухне. Мойка, большой холодильник. Есть лестница на левке. Володь, все-таки ту, которую конфисковали, как это вообще юридически оформлено? У нас же есть арестованные там 300 миллиардов долларов российского этого загажника Центробанка, и все говорят, не трогать, не трогать, а то, значит, это будет плохой пиар. И тут вдруг раз и вилла. Тогда так получилось, что практически одновременно совпали эти события. С одной стороны, начало финансового расследования в отношении Путина, клана Путинах во Франции. С другой стороны, как раз была попытка организации моего убийства. И то, и другое дело расследовали в Джуналко. Это следственные судьи, высший уровень следствия во Франции. Бригада следователей, оперативников приезжали из Парижа, в том числе в регион, с нами встречались. Со многими встречались, кто располагал информацией, пылесосили информацию. В результате собрали информацию, задали вопросы как раз тем номинальным собственникам, вот этому псевдо-бойфренду Людмилы Путины, на которого все оформлялось. Никаким образом ни Очередной, ни Людмила Путина. У этой виллы было название, здесь местное еще одно, Вилла Людмила. Так вот, ни у Путина, ни у Очередного, их адвокатов, не нашлось внятного объяснения происхождению денежных средств, на которые была куплена эта вилла. Это были такие отступные, чтобы Люда молчала о том, что она знает о Путине, и чтобы она довольствовалась вот этой виллой и с замечательным видом на Гольф-поля, на Атлантику и на Перене. Соответственно, та сторона никаким образом доказать честный заработок не смогли, очевидно. Поэтому, конечно же, было принято законно обоснованное решение о конфискации. Я думаю, что точно не последнее решение, и за ним последует еще череда решений по другим объектам недвижимости, элитной недвижимости Путина и его клана. — Геннадий Владимирович, я не могу понять, в чем проблема оформить задним числом, например, что очередный продал какие-нибудь «Газпрома», и вот у него белые деньги, справка из «Газпромбанка». У него было действительно там 10%. — Доказать это, это не всем верит в «Разком Сибуру», напечатанное на коленке, первое. Второе. И вот мы думаем, что они там какие-то откладываются аудиторами, они там юристами, они какие-то проводят сложные схемы. Я был поражен простоте хищения средств. Это настолько примитивно, дубово, как будто в 90-е годы, знаете, какой-то был такой прибыль, как считали, за 100 рублей купил, за 200 продал, значит, 100 рублей прибыли. Вот. Вот это настолько примитивная схема воровства, что там показать какие-то белые деньги просто вообще априори невозможно. Вот они настолько обнаглели, они даже не утруждали себя никакими прикрытиями, никакими документами. Ну, может быть, вот только Шамаловы. Там же у Шамаловы какая история. Не успел он жениться на дочери Путина. Ему сказали, парень, вступай в банк. Возьми-ка кредит в миллиард долларов. Приходит какой-то парень в банк, по-моему, в ВТБ. И говорит, слушайте, ребята, хочу купить акции, что там, Сибу, по-моему, была, которую потом продавали как китайцам. И уже был он сайт, было понятно, что его будут продавать, но акции еще торговались на рынке. Приходит мужик, парень, и говорит, дайте мне, пожалуйста, миллиард. И говорит, да какие проблемы? Да мы рады любому дать миллиард на хорошее дело. Бери, дорогой, не стесняйся. Он берет миллиард в кредит. Вот человек пришел, взял миллиард в кредит в доллар. Это даже не анекдот, да? Это вообще что-то такое, это уже какой-то криминал. Это уже сам факт взятия. Он идет, покупает эти акции в некий компанию. Через два или три месяца объявляет, что эту компанию продают китайцам. Ну, частично. А акции взлетают в три раза или в четыре. Он берет, продает эти акции. Получает четыре миллиарда. Берет миллиард, приходит в банк, говорит, спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. Видите, я на самый прекрасный заемщик. У меня все гарантии. Вон там, Владимир Владимирович, позвоните, если не верите. Вот. Вот вам ваш миллиард. Таким образом, легко и изящно. Это редкий случай, когда они там как-то прикрываются. Сама установят миллиарды за один день. Это уже вы понимали? Когда у них в руках все, включая всякие инсайды, фигайды и прочее, 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 банковские ресурсы, они могут делать эти капиталы из воздуха. Но это редкий случай. А вообще не тупо воруют. Просто тупо воруют. Я был поражен, когда там расследовали некоторые случаи коррупции, насколько примитивные и тупо они это делают, ничего не боятся. Поэтому я не исключаю, что ни очередные, ни Людмила Путина, им просто предъявить нечего. Это только сейчас мы узнали, что у Людмила Путина крупная, ключевая компания всероссийская по микрозаймам, что она там получает достаточно большие доходы. Это только сейчас мы узнали. Я думаю, что когда-нибудь покупали виллу, у них ничего не было. Ну а вообще, понимаете, вот мы с вами говорим, там, вилла, вилла, ну да, такая вилла, наверное, от 10 до 30 миллионов стоит. Я так, примерно, вот так, по видео ее оцениваю. Я знаю, сколько стоит недвижимость в таких пророкных местах. Я тут усиленно ошибся. Говорю, слушай, что я виллу там в одном товарищу, миллион на 15 потянет. Он говорит, ладно, что бежать, 30-очка. Вот. Ну, короче говоря, там цены такие, да, да. Они серьезные там цены. Серьезный вилл, серьезный участок. Она там 10, 15 и выше миллионов евро стоит. Для них это, как бы сказать, ну, это вот как, помните, у замминистра финансов в углу нашли там мешок 250 тысяч долларов или там что-то такое. Это просто вот детишка на младшишко. Вот это как бы мелочевка, ну, там вилла какая-то, одна вилла, другая, десяток там, яхты, лодки, машины. Это расходный материал. Это не капитал. Поэтому... Если позволите, я добавлю. Только нам покажут сейчас видео, как Сергей Савельев в этой же вилле снаружи гуляет, а потом уже полиция приезжает и его задержала. Я все, так сказать, ждал, когда мы расскажем историю, что и ты расскажешь историю, как Сергея задержали, а ты его еще отмазал, я так понимаю. Ну, не отмазал, я помог правосудию прозреть. Только нам видео по правосудию. Покажите, пожалуйста, там полицейские. Ну, сказать, что это место интересное, это не сказать ничего. Увидимся. Ну, вот она, полиция. Володь, рассказывай, как вас приняли? Да, хорошо. Это интересно, на самом деле, детектив. Значит, Серега посмотрел, все отснял, позвонил, сказал, насчитал, там больше 30 спальных мест. Мы, соответственно, поехали покупать одеяло, подушки, чтобы все приготовить. Ключи от виллы есть, виллы есть, куда заселять. И, в принципе, люди из Парижа были готовы уже выехать, которым негде было жить, чтобы там заселяться. Вот, соответственно, и тут мне звонит Савельев, говорит, слушай, такое ощущение, что полиция приехала. Я говорю, ну, поднимайся тогда повыше, чтобы как-то это там подснять на видео, нам отправить, чтобы они до тебя там 4 этажа шли, пока мы там сами подъезжаем, чтобы им объяснить. В общем, пока мы ехали, вместо Икеи возвращались к вилле, Серегу уже задержали. И Серегу задержали, и к вилле подошел наш коллега, местный правозащитник Пьер Афнер. Пьера тоже задержали и увезли в комиссариат. А задержали вот почему. Потому что Шамаловы и их представители в срочном порядке просигнализировали всем правоохранительным органам местным, что якобы на виллу забрались какие-то грабители, какая-то вооруженная банда, которая там все это разносит в клочья, что-то там уничтожает, что-то грабит. Ну, понятно, по видео мы все видим, что там абсолютно миролюбивый, интеллигентный человек в очках ходит и лишь все это снимает. Тем не менее, их задержали, как подозреваемых в ограблении виллы. А дальше следом, что мы сделали? Мы, конечно, отправили пресс-релиз всем журналистам. Я это в Фейсбуке опубликовал. Тут же это подхватило агентство Reuters. И дальше это все пошло по новостной ленте, что правозащитников и активистов в рамках вот этой вот акции прямого действия задержали, причем задерживают якобы по обвинению в каком-то там криминалите. Ну и к вечеру уже прокурор региона взялся за голову, увидев такое количество прессы, которая съезжается в Биориц, и принял достаточно справедливое, на мой взгляд, решение. Он закрыл этот кейс, не дал ходу этому заявлению, когда Шамаловы пытались нас представить как местных мафиози и бандитов. И вместо этого, наоборот, как раз началась проверка. То есть, по сути дела, мы привлекли этой акции, и вот конкретно Сергей с Пьером своим задержанием и Маоглаской, внимание властей в Париже, что это у нас здесь за виллы такие, что это у нас здесь за Шамаловы, какие-то Путины, которые на правозащитников совершают какие-то заведомо ложные доносы. Ну и дальше все пошло-поехало и закончилась логично конфискация одной виллы, и сейчас на стадии рассмотрения, как я понимаю, документы по другой вилле. Но вот видео нам покажут все. Я буквально несколько минут назад, когда мы разговаривали про виллы, я хотел дополнить, Глеб, если можно. Да-да-да, извини. Да, если можно, я просто хотел... Да, я просто хотел рассказать нашим уважаемым зрителям и подписчикам, почему для Путина была... Вот эта ситуация, она имеет большое значение, она очень болезненно воспринимается. Потому что, начиная с 90-х, семья Путиных хотела обосноваться здесь. Они здесь покупали одну за другой виллы, им здесь очень нравилось, они здесь провели в общем объеме больше 15 лет на этом побережье. И Путин, когда он прогуливался по променаду Гранд-пляж Биорица, он смотрел на самый большой в Европе старинный православный храм Александра Невского. Ему рассказывали местные гиды историю Биорица, что здесь еще по этому променаду прогуливались Александр Третий, Николай Второй. И он себя, в принципе, как раз каким-то аристократом начал ощущать именно в Биорице. Именно поэтому практически целый ряд вилл на побережье были куплены самим Путином, Тимченко и их окружением, потому что у них здесь была такая тусовка. И, например, с 2003 по 2013 год каждое лето здесь проводил Евгений Пригожин до начала боевых действий на востоке Украины. И одну неделю там Пригожины проводили в Диснейленде с детишками, а вторую неделю здесь, встречаясь с Путинами и с Тимченко и с другими олигархами. То есть для них это было второй вариант такой рублевки, но на юго-западе Франции, такой лакшери-лакшери. И вот то, что сейчас им дали здесь вот так вот по мордасам и выгнали их отсюда и начали все конфисковывать, для них это, по сути, завершение проекта. Потому что в 90-х они только приходили во власть, и они видели, как они озолотятся в России, и как они потом будут в зеленых и розовых штанишках играть на красивых гольф-полях с видом там на Атлантику, на Пиренеи, на Бискайский залив. Ну, теперь уже понятно, что здесь они в гольф играть не будут, и здесь уже им точно не рады, и ни в коем случае здесь у них уже больше никаких перспектив, ни у них, ни у их детей нет и не будет, по крайней мере, пока не завершится война, и они не выплатят все компенсации, которые им назначат будущий Международный уголовный суд, трибунал и так далее. Геннадий Владимирович, я вот вас сейчас попрошу прокомментировать, насколько Володя удивительно талантливо ведет правозащитную деятельность. Вот у меня есть ощущение, что это особый подход, он более успешен, чем, мне кажется, любая другая позиция. Ну, честное слово, Володь, ну, давай будем честными. Тут мне надо выпилить здесь чат, потому что это очень нескромная какая-то уже тема пошла. Ну, я не пойму, а что скромничать? Просто, когда, Геннадий Владимирович, вы будете говорить, я очень попрошу режиссеров, скромничали, и сразу без звука на вот в середине вашего ответа показали нам следующее видео, где Володя стоит опять на фоне этой видео, на фоне этой виллы, за три месяца до войны вместе с правозащитником и Сергеем Советливым. Без звука, внимание, режиссеры, да? А Геннадий Владимирович все-таки будет объяснять вот методологию, в чем, так сказать, особый успех Володи. Очень неудобно, правда. Нет, ну я считаю, что это все-таки опыт, который в России появился, вот этот опыт прямого действия, когда люди поднимают уже конкретные дела, конкретные объекты, и туда десантируются. И команда Навального этим занималась, и многие другие команды этим занимались, и Владимир это получается. и это вот как раз то, что сейчас очень сильно смущает вот этих всех путинских приспешников. Они очень не хотят огласки, они очень боятся привлечения к себе внимания, они сидят тихо, прижав уши, пытаясь отсидеться на Западе, потому что я им сказал, что десятки, сотни семей находятся в привилегированных, комфортных, в роскошных условиях за рубежом, и они пытаются здесь остаться, как бы не афишируя свою принадлежность путинскому режиму. Но я считаю, что сейчас есть все условия для серьезной расследовательской работы и привлечения этих людей к какой-то хотя бы материальной финансовой ответственности. У меня есть ощущение все-таки, что Володя очень талантливо делает прессу, и благодаря этому ни французы, никто не могут, что называется, отмолчаться, отсидеться. Давайте теперь вот это видео посмотрим со звуком, где Володя это французского правозащитника, так сказать, который еще и по-русски умеет разговаривать, но это мы сейчас все увидим, сначала по-французски. Друг, известный французский правозащитник, президент Ассоциации Либерте-Свобода Пьер Хафнер. Бонсуар, Пьер. Бонсуар, а то все. Воскресенье к нам Владимир. Де гу-ла-гу нет. Наш главный герой Сергей Са... Володь, кто это? Это Пьер Афнер, очень известный здесь в регионе правозащитник, человек очень принципиальный, очень честный и очень смелый. И он последние годы просто открыл такой, знаете, второй фронт, я не знаю, второй или там, какой по счету фронт, но он активно помогает нам в разоблачении путинской мафии здесь, в регионе. он и помогает, и поддерживает тем, кто приезжает во Францию из числа диссидентов и здесь разоблачает, публикует материалы и раскрыл практически целую такую шпионскую сеть тех, кого из Москвы и Санкт-Петербурга отправляли сюда под видом так называемых художников и так далее, и так далее на местности, но где в нужный момент на этих там якобы вилок для тусовок приезжали и размещались такие одиозные пропагандисты, как Александр Малькевич из группы компаний из фабрики троллей Пригожина и так далее. В общем, он наш большой друг, наш большой коллега, и я хочу сказать, что именно он так получилось вызвал на себя весь шквал и огонь вот этой бюрократии. То есть после начала всех этих разоблачений в отношении меня были попытки возбуждения здесь уже во Франции различных уголовных дел атак и на Пьера Афнера подавали в суд те, кто прислуживает путинскому режиму, что якобы он там про них распространяет клевету и Серегу Савельева вместе с ним задерживали. То есть здесь нам пришлось достаточно много поработать для того, чтобы на такой высокий уровень вывести эту информацию и привлечь внимание в том числе прессы, журналистов и огромное спасибо здесь, конечно, журналистам из Франции и из других крупнейших издательств, которые сюда приезжали и продолжают приезжать и снимать здесь документальные фильмы и репортажи. Давай посмотрим еще кусочек из этого вашего стрима. Внимание, это стрим ноябрь 21 года. Володя с Пьером и Сергеем Савельевым стоят около этой самой виллы, которую сейчас конфисковали. Ну и в общем Володя издевается, конечно, над путинскими говорит, давай в прямой эфир сюда. Ну вот Пьер как там разговаривает, посмотрите. Это та самая вилла семьи Путиных, вилла Сюзанна до последнего времени, которую теперь называют уже виллой Людмила. Это вилла Сюзанна на стороне и на стороне Но сейчас все называют вилла Людмила. Вилла Людмила. Володь, ты все-таки мне объясни, каким образом конфисковали. Суд-то был? Где сообщение о том, что суд, как мы же все знаем, так сказать, Европа, Америка, суд святое, нельзя конфисковывать собственность, кроме как по решению суда. Где сообщение о решении суда? Вчера это в прессе появилось, как раз у нас была какая-то определенная информация, но вперед там, батьки в пекло не нужно лезть. Вот здесь, в этой ситуации, мы просто ждали, когда они начнут официально публиковать пресс-релизы. Ну вот, видимо, приняли решение, и вчера там целый ряд французских изданий со ссылкой на прокуратуру Франции и на решение Джуналка, они уже опубликовали информацию, что еще в конце прошлого года, в декабре, было принято соответствующее решение. Вот, ну, еще раз, я приветствую это решение, я считаю, что там все справедливо. Просто, к сожалению, это заняло больше двух лет, и за это время, пока они там проставили, запросто можно было сделать так, чтобы там какое-то количество людей, которые нуждаются в жилье, могли бы жить. Мне кажется, это было бы таким очень символичным, если бы те, кто лишились своего крова, своего дома и забомбардировок российской армии, пожили бы какое-то количество времени на яхтах и виллах диктатора здесь в Европе. Ну, тем не менее, мы живем действительно во Франции, в Европе, здесь все зарегламентировано, поэтому нас, конечно, попросили больше уже там вилл не взламывать, и пообещали нам, что разберутся, проведут расследование и конфискуют эти виллы. Ну, вот спустя сколько, почти два года мы теперь видим результаты первые. Геннадий, покажу еще кусочек из этого стрима, где уже Пьер Хавьер по-русски говорит. Там трудно понять, но он говорит примерно о том, что ну давай, русский народ, продолжай месседж, да, я даже не пойму, в чьи огород камушек и насколько вот он, ну, правильный, да, но давайте потом вы комментируете это все. Спасибо всем. Продолжайте кормить ваших олигархов, пусть они приезжают здесь, тоже нам нужна часть их денег, и мы будем рады принимать их. Ну, это такая ирония Пьера, он с хорошим чувством юмора человек. Это понятно, но давайте так, на самом деле во Франции все более-менее, и сегодняшняя позиция властей Франции на самом верхнем уровне, и не только на верхнем уровне, она, конечно, антипутинская. Больших проблем, ну, вернее, они есть, конечно, проблемы, но в целом понимание французского общества, французских властей в отношении ворованных капитанов российских различных чиновников, такое понимание имеется. Поэтому, единственное, что проблема в Франции, как и в многих других странах, это медленно работающая бюрократия. Пока там пройдет от одной инстанции к другой, пока и там перепишут 7-часового рабочего дня, свято соблюдаются все эти 2 часа обед, все свято соблюдаются праздники, выходные и так далее. Поэтому сама система бюрократии работает очень медленно. Она работает, в общем, неотвратимо, по большому счету, но работает чрезвычайно, медленно, от этого сказывается, может быть, такое вот отсутствие быстрой эффективности. Но, тем не менее, это работает, 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 это все, как говорится, работает на результат, который, к сожалению, из бюрократических сложностей, загрузки и так далее, он бывает очень небыстрым, мягко уражаясь. С точки зрения политического решения тут проблем нет. Политические решения тут принимаются достаточно быстро, но бюрократия всегда отставит от политических решений. Поэтому, в общем, по большому счету, если, конечно, есть у людей данные, я вот все время говорю, что давайте мастератачиться не на бизнесменах, там, олигархах, это одна ситуация. Все-таки самая важная опора Путина, и вообще, что он возглавляет, Путин возглавляет номенклатурное чиновничье государство, которое ворует, которое сделало власть источником коррупционного обогащения. Вот давайте мы посмотрим все-таки семьи чиновников, семьи должностных лиц, их капиталы, их активы, их предприятия, их, так сказать, резиденции. Вот здесь, мне кажется, очень важно поработать, и если у людей, которые смотрят наши передачи, есть такие данные именно по чиновникам, должностным лицам, я думаю, что мы будем признать, если такая информация поступит, мы дадим возможность французским властям правильно на нее отреагировать и принять соответствующий мир. Но и не только о Франции, конечно, не только о Франции. Я встречался с коллегами, депутатами и так далее, испанскими, встречался с немцами, итальянцы готовы по этому пути идти. Кстати говоря, они как бы раньше не проявляли такой активности, мы тут общались с коллегами по Италии, но они готовы в общем-то же реагируют на все эти сигналы, начать какие-то расследования в Великобритании. Ну, с британцами тоже можно этот вопрос решать. Поэтому, как говорится, здесь сейчас как раз тот момент, когда ворованные капиталы могут получить и правовую, и юридическую, и криминальную ответственность за рубежом. Мне кажется, такой момент выпускать не надо. Я еще раз хочу эпизод показать из Володиного общения на этот раз уже опять в том же стриме за три месяца до войны, как Володя аккуратно работает вот со всеми своими подопечными. Володь, опять будете смеяться надо мной, но вот я наблюдаю постоянно, как ты вытаскиваешь офицеров, вытаскиваешь сразу их в прессу, прямо в аэропорту, в голландском, там, во французском, везде. И вот Сергей Савельев, которого ты за руку ведешь, что называется, по жизни на стороне добра, и вот как ты с ним на фоне виллы. Ребята, обратите внимание всем. Сергей, сегодня тебя российские спецслужбы объявили в розыск. Ты от кого-то сейчас скрываешься здесь, находясь со мной во Франции? Нет, конечно нет, это очевидно. Ты готов будешь, если будут вопросы у европейских следователей, которые умеют работать качественно, квалифицированно, без швабра, без кипятильника в заднем проходе, если будут вопросы какие-то у французских правоохранительных органов, или у европейских правоохранительных органов, ты будешь с ними готов встретиться, предоставить им всю имеющуюся у тебя информацию, видеоархив про пытки, дать показания о том, как вообще у тебя этот оказался видеоархив и так далее. Естественно. Володь, Сергей, очень, наверное, комфортно чувствует себя благодаря тебе, а? Ну, мы дружим, работаем вместе, он сейчас координатор горячей линии ГУЛАГУ нет, при том, что он достаточно давно уже получил политическое убежище и международную защиту, в том числе при поддержке нашей ассоциации, и волен был делать все, что он хочет, он остался в нашей команде, и мы, по сути, живем в одном городе, работаем в этом направлении, и мне кажется, что как раз именно вот Сергей Савельев со своим архивом он проложил такую очень успешную дорожную карту для тех, кто следом в следующем году уже после его приезда в 2022 году и в 2023, и в 2024 бежал и бежит из России, располагая какими-то файлами, документами, которые проливают свет на гранд-коррупцию, на преступления против человечности, на систематические нарушения прав человека, и действительно есть целый ряд сотрудников различных служб, которые говорили, что для них вот как, знаете, как маяк, маяк биорица, вот как маяк в их жизни, это был как раз Сергей Савельев, которого не кинули, не обманули, не попользовали и бросили, а который влился в дружный коллектив, живет спокойно, счастливо, работает, еще и книгу сейчас пишет, в этом году будет выпускать свою биографичную, мне думается, она будет интересна. Геннадий Владимирович, я хочу, вот прежде чем мы посмотрим следующее видео, чтобы вы проанализировали несколько вот окружения Путина, которое состоит из двух частей, есть, так сказать, миллиардеры, которые сделали себя до Путина, и есть, вот, так сказать, его там, кооператив «Озеро», блатные, и их дети, вот Кирилл Шамалов, которого мы сейчас посмотрим, который, судя по всему, три года был женат на дочери Путина Екатерине Тихоновой, и, собственно говоря, их это была вилла, вот, он такой пьяненький, сначала он будет танцевать, потом он будет в машине, пьяный сейчас, мы на него посмотрим, но важный момент, что ему сначала на него оформили акции, как только вот он женился, да, он там стал сразу с долларовым миллиардером, а потом, когда, так сказать, развелся, сразу с него эти акции, у него их обратно купил Леонид Михельсон, вот за кадром здесь Леонид Михельсон, абсолютно гениальный предприниматель, который вот в 90-м году был начальником там строительного треста, а теперь строит нефтехимические заводы, заводы по сжижению газа, и просто вот для меня Михельсон, который умудряется выживать среди всей этой сволочи, который отдает, забирает, оформляет, вы понимаете, то есть это вот у меня ощущение, что это некая здоровая основа, которая находится под этой вот шушарой, но давайте посмотрим сначала на шушару, так сказать, зятек Путина, значит, как он там пьяненький в Биорице зажигал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в это время Михельсон работает. Да, мне трудно комментировать это, потому что я слишком хорошо знаю многих упоминаемых людей, персонажей, телевизоров, книгах и так далее. Ну давайте так, я не сомневаюсь в предпринимательском таланте Михельсона, я немножко его знаю, вот, знаю его команду, чуть-чуть, чуть-чуть, самое поверхностное. Но надо понимать, что в компанию вошли друзья Путина. И благодаря этому она существует, благодаря тому, что он поделился щедро своей компанией с друзьями Путина, эта компания сейчас существует, выживает, работает, там строит нефтехимические заводы, действительно так, я знаю, там они большие заводы строят, и на севере у них там есть серьезные, но надо понимать, что эта компания, она стала составной частью путинской системы, давайте там по-честному скажем, не отрицая там личных качеств, не отрицая заслуг, профессиональных и прочих, прочих, прочих. Это все, как говорится, одна и та же, в общем-то, система, на которую Путин опирается, путинская экономика, в частности, в области нефти и газа. Поэтому тут что говорить, сегодня здоровость общества определяется, да, наверное, все равно должны при любом режиме работать какие-то предприятия, быть какие-то там, директора нормальные и так далее. Но вот тут трудно дать оценку вот такую моральную там и так далее. Потому что вся эта система, которая существует, она действительно связана непосредственно узами с Путина, с его друзьями, с его детьми и братьями Мозера, и в конечном итоге по большому счету вся эта система привела к войне и ко всем этим жертвам и разрушениям. Я не говорю, что там кто-то несет персональную ответственность, да, там давать им персональную ответственность несет Путин, его ближайшее окружение, они являются организаторами этого и геноцида, и войны, и пыток, и всего прочего. Но не будем тут давайте, как говорится, крутить вокруг до около компания, господи, твое, выскочило название компании. Сибур, а? Сибур. Не понял. Сибур. Сибур компания называется. Торио Терзор. Сибур называется Новодек. Она называется Новодек, ну вот, и эта компания впустила в свою страну капитал, по-моему, Тимченко, те же важные, кто-то еще там вошел. Так что там все у них отношения внутри компании хорошо с путинской вот этой вот верхушкой. Я это хорошо знаю, хорошо помню. Но не важно, я не хочу ничего сказать плохого, но я бы не стал петь дифирамбу никому, потому что когда ты работаешь с друзьями Путина, это уже является отягощающим успехом. Может быть, это вынужденный союз, может быть, действительно, чтобы чего-то спасти, что-то сделать, чего-то сохранить. Не исключаю таких факторов. Я в этом отношении достаточно гибок и достаточно компромиссен, но просто я знаю, что эта компания не выжила бы Новодек, если бы она не поделилась своими активами, акциями, деньгами, капиталами, доходами с корпоративом Озера. Она это сделала. Тем самым Геннадий Тимченко, который покупал его для Путина. фотографию Путина и ее нового мужа Артура Очеретного. И я так понял, Володь, что вот эта вилла, которую конфисковали, она как раз и записана на Артура Очеретного, который, ну, видимо, никто, но вот, так сказать, видите, жизнь у него удалась. Я специально подобрал прям лучшее фото Людмилы Путина и, по-моему, даже с сайта Кремля. Вот, потому что, ну, в общем, ее даже может быть немножко жалко во всех этих историях, но, наверное, опять сейчас говорю ужасные вещи, Володь, ты скажешь, как жалко, они там устрицы у вас в Беларуси, в Биарисе, почти все съели. Вы, если позволите, как человек, немножко знающий кухню, там, про Кремневскую, да, но Людмилу Путина, я думаю, что Путин чувствует перед ней свою моральную вину, ведь дело в том, что Людмила Путина пострадала при аварии, которая у нее случилась в Финляндии. Она там получила тяжелую травму и там врачи боролись за ее здоровье и так далее. И мне кажется, что это какие-то проблемы, которые у нее есть со здоровьем, я сейчас не буду там деталек уходить, они как раз, наверное, связаны с этой аварией, он в таком психологическом уровне испытывал, ну, как бы так сказать, обязательства, выполнил перед ней свою, чтобы она там жила, не зная печали. Это не оправдывает ни в коем случае ни Людмилу Путину, ни вот эти все коррупционные и полукриминальные схемы и не оправдывает, безусловно, то, что она получает доход от этих микрокредитных компаний, которые, в общем, ну, по большому счету мы понимаем, чем занимаются. Это, если там Габсек писал Бальзак, да, Бальзак, вот это произведение про Габсека, про ростовщика, то это втройне ростовщики. И там нет никаких таких моральных, принципов, которые могли бы, наверное, оправдать их. Они вгоняют россияну в долги, чтобы те ехали на войну. Если вы ехали на войну, чтобы отдавали всю заплату, там бешеные проценты. Я все понимаю, что там, конечно, риски огромные, но тем не менее, в общем, этот бизнес не очень хороший, такой, не очень благородный, не очень моральный. Вот, ну, не важно. Важно, чтобы вы понимали, что Мила Путина, она, видимо, человек до известной степени пострадавший в силу определенных обстоятельств. Я просто хочу, чтобы все было объективным. И, Володь, мы переходим к другой суперновости, которую, опять-таки, я на твоем канале «ГУЛАГУ.нет» сегодня увидел, что в понедельник начинается суд над знаменитым начальником пыточной туберкулезной больницы в Саратовской области, где вот было снято видео всех пыток, которое ты вытащил из России, откуда все началось. И вот фамилия этого человека Гаценко, он то ли подполковник, то ли полковник. И вот я, видите, вот лицо садиста, фашиста, то-се, но не начальника. Это вот первое его появление в одном из кадров, где там он присутствует на пытках. И вот, вот что творится внутри в этих зонах, видите, так сказать, вертухаи стоят. И вот как вертухаи, так сказать, издеваются над людьми. И это вот та Россия, из которой, а это начальник Саратовского управления, которого тоже сняли, Володь, после твоего сенсационного разоблачения. Это документы. Там будет важный документ ФСБ, управление М отчитывается о том, что оно начало проверку по, Володь, твоему вот этому разоблачительному вот этот документ. Управление М начальник, нет, замначальника подписал Кокорицкий, по-моему, фамилия, да? Вот это крутой документ. Пусть думают, откуда он взялся, да? Вот. И вот сейчас вот я услышал, Володь, от себя месяц, что в общем судят Стрелочника. Вот этот Гаценко, ну, в общем, этот, так сказать, ну, садист, любящий просто этим заниматься, не более того. Глеб, если позволишь, я тогда по порядку расскажу про пыточный конвейер в Саратовской ОТБ-1. Мы узнали еще в 2013 году, когда я возглавлял тогда еще, сейчас даже страшно об этом думать, что это была другая реальность, я возглавлял рабочую группу по защите правозаключенных при Госдуме. И мы, по сути, проводили там независимое парламентское расследование, приглашая депутатов из разных фракций, журналистов и правозащитников. И в августе 2013 года к нам приехал офицер из Саратовской ОТБ-1 Дмитрий Шадрин, который сел и под стенограмму, с открытым лицом, являясь действующим сотрудником СИН, он прямо сказал тогда, и это видео есть на нашем канале, кто захочет, найдет там Дмитрий Шадрин, ОТБ-1, Госдума. И Дмитрий Шадрин рассказал, что начальник, руководитель ОТБ-1 Павел Гоценко, что ОТБ-1 является концлагерем, а Павел Гоценко лично руководит пытками и даже убийствами заключенных и приказывает в последующем после убийства заключенных перетаскивать их из пыточной в другое отделение с тем, чтобы фальсифицировать отчеты и показать, что человек умер якобы от биологической смерти по медицинским показаниям от какой-то болезни. После этого, вместо того, чтобы Гоценко арестовали в 2013 году, потому что мы эту информацию всю зафиксировали, депутаты депутатскими запросами все это направили в директору ФСИН, руководству Генпрокуратуры Следственного комитета и ФСБ, вместо этого, вместо закрытия пыточного конвейера власти тогда попытались закрыть ГУЛАГу-нет, взяли меня в оборот. Трижды меня приглашали на Старую площадь с тем, чтобы я превратился в марионетку и отдал контроль над нашими расследованиями как раз тому самому управлению МФСБ, документ о котором, о причастности к пыточному конвейеру, которого ты сейчас в прямом эфире здесь россиянам показываешь. Вот. И дальше меня, по сути дела, выдавили из России с 2015 года. Мы последовательно занимались попыткой разоблачения этих пыточных конвейеров. И благодаря именно нашему герою Сергею Савельеву мы смогли добыть эти уникальные материалы, эти архивы, опубликовать. И после этого, да, вот этого садиста, полковника внутренней службы Павла Гаценко, его заместителя, правую руку, начальника, в кавычках возьмем, отдела безопасности ОТБ-1 Сергея Мальцева и других их сообщников их тогда арестовали. Вот этот начальник УФСИН по Саратовской области был отправлен в отставку. И в отставку был отправлен директор УФСИН России генерал ФСБ Александр Калашников, который до этого руководил УФСБ по Красноярскому краю, а до этого работал в управлении М в контрразведке в центральном аппарате и как раз курировал тюремную систему. Вот тогда вот контрразведчики, курирующие именно тюремную систему, они получили очень здорово по носу, они были опозорены, а их пыточный конвейер, один из их пыточных конвейеров был раскрыт. И несмотря на то, что было очень мощное противодействие следствию, палки в колеса вставляли, нам угрожали, запугивали пострадавших и потерпевших, адвокатов, которые работали с нами, запугивали, вербовали и запрещали им общаться с журналистами, и уж тем более с ГУЛАГу нет под страхом привлечения к ответственности и посадки в тюрьму. Тем не менее, дело вот дошло до суда и 23 апреля во вторник в Мособлсуде начнется судебное заседание, будет предварительное слушание по этому огромному уголовному делу, это дело «Чемпион», в плохом смысле этого слова, гигантское дело об убийствах, изнасилованиях, превышении полномочий с применением насилия и пытках, вымогательствах и самое главное, самое страшное об убийствах. То есть они там насиловали и убивали. И Гаценко сейчас сидит в спецблоке СИЗО номер 4 УФСИН по Москве Медведкова вместе с рядом садистов. Вот их будут на автозаках привозить для того, чтобы начинать над ними судебный процесс по первому уголовному делу и с учетом объема обвинения вполне возможно, что им дадут пожизненный срок лишения свободы за это. Но только из-за того, что об этом узнали во всем мире, об этом написало огромное количество прессы и СМИ, сняты документальные фильмы и есть железобетонные доказательства этого. Но самое страшное, что в рамках этого расследования, самое страшное для путинской системы и самое важное для нас, что в рамках расследования ряд важных свидетелей начали давать показания о том, что к пыткам причастны не только Гаценко, Мальцев и что это какая-то команда саратовских садистов, которые считали, что 10 лет подряд можно бить, пытать, насиловать и убивать, а которые начали давать показания о причастности вышестоящих офицеров в СИН и ФСБ к этому пыточному конвейеру. Если мы действительно проанализируем список пострадавших в результате пыток, то становится понятно, что в эту областную туберкулезную больницу Саратовской области умышленно свозили непослушных заключенных, которые там не слушались оперативников, не хотели с ними сотрудничать из разных регионов России. То есть и в центральном аппарате ФСБ и в центральном аппарате ФСИН прекрасно знали и читали все заявления Осечкина начиная с 2013 года, делали на них отписки, прекрасно знали, что там внутри идут пытки, изнасилования, самые жестокие бесчеловечные методы, но крышевали это. И пока уголовное дело в отношении, скажем так, неустановленных лиц, оно выделено в отдельное производство. Но мы идем дальше по следу, мы работаем с командой, и я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы в ближайший год-два разоблачить еще и тех, кто из центральных аппаратов СИН и ФСБ был причастен к этим страшным пыточным конвейерам и в Саратове, и в Красноярске, и в Иркутске, и кто всему этому потворствовал. И еще раз важный момент какой. В 2021 году, когда мы это сделали, мы же тогда направляли эти архивы в ноябре, в декабре и в ООН, и в Европейский комитет по предотвращению пыток, и в ПАССЕ, и в другие международные организации, били во все колокола, пытаясь организовать международный трибунал о преступлениях против человечества и человечности. Но это очевидные преступления, такие длящиеся, системный характер, причастность к этому федеральных служб и так далее. К сожалению, нас тогда не услышали. А потом началась война, и начиная с марта 2022 года, нам теперь это тоже достоверно известно, теперь уже украинских пленных, граждан Украины везут практически в эти же самые пыточные, которые просто сменили адреса, и там в отношении них происходит почти то же самое, а в некоторых случаях еще и более жестокие методы. И теперь уже это подсудность Международного уголовного суда, и теперь уже расследование будет на международном уровне, не только в России. Поэтому одного директора в СИН мы добились, чтобы его отправили в отставку, а следующий, видимо, будет привлечен в самое ближайшее время к уголовной ответственности уже на международном уровне, потому что очевидно, что они пытают и мучают тысячи украинских пленных, точно так же, как до этого мучили россиян. И в чем наша большая работа сейчас идет, то есть международные инстанции нам говорят, у нас мандат в рамках Украины и украинцев, вот это мы будем расследовать, а наша задача, как российских правозащитников, нам все-таки хочется, чтобы в рамках международного расследования также были привлечены к ответственности те, кто и россиян бил, пытал и убивал. И плюс ко всему, мы работаем на будущее, я уж не знаю, там переживут меня эти архивы, там и уже там Денис Пшеничный, Сергей Савельев будут передавать новой власти, или я там доживу до этого момента, но мы еще делаем все, чтобы после транзита власти, после смены мы это все могли направить национальным прокуратурам и следственному комитету с тем, чтобы уже новая власть могла организовывать уголовное преследование не только в отношении вот этих конкретных палачей режима, но и в отношении тех, кто ими рулил и управлял на Лубянке и на Житной. Вот это самое важное, чтобы они не ушли от ответственности. Геннадий Владимирович, помните, мы с вами больше года назад говорили в эфире о том, что при транзите власти, что в будущей России делать со всеми этими садистами, ФСБшниками и прочими, и прочими. И Володя, сторонник люстрации, а вы говорили, нет, там всех подряд нельзя вычищать, закрывать эту лавочку нельзя, там надо искать приличных и так далее. И вот я хочу напомнить вам, что на днях ТАСС официально сообщила, что управление М, в нем трое арестовано сотрудников, которые покушались на взятку 5 миллиардов рублей. Компания Мерлён, что ли называется, я погубил, что это такое. Все оптовые поставки электроники, программного обеспечения, там были внутри разборки между бывшим гендиректором и акционерами. Друг друга сажали, давали миллионы долларов взятки разным чекистам, они убегали, их объявляли в розыск. Такая огромная эпопе, 5 миллиардов рублей в итоге, нахрен там этих несчастных нищих зэков пытать. Вы мне можете это объяснить внутри системы? Каждый делает то, что каждый кормится там, где он может. То, что пытают людей в СИН, это не просто удовлетворение садистского инстинкта, а это еще отработка определенных денег. Мы же знаем, что там уже делают на заказ. Заказ может быть как политический, и он реализуется потом в каких-то там наградных званиях, чинах и так далее, и каких-то индульгенциях на преступления. Либо это может быть простой материальный бытовой заказ, в смысле, как бытовой заказ. Кто-то платит и кто-то реализует. Поэтому я по-прежнему, мы, кстати говоря, только что обсуждали с депутатами вот эти два дня, где я был там в Стратгурге эту тему. И, кстати говоря, моя позиция поддержана многими политиками. Они считают, что действительно в России нельзя проводиться и не стоит проводить сплошную рестрацию. Например, даже бывший премьер-министр Польши выступая перед нами сказал, что, ребят, не совершайте, не делайте ошибки, которые сделали мы. Потому что, когда мы провели сплошную рестрацию, она нам принесла больше вреда, чем польза. А вот то, что провести преступника всех под суд, тут никакого не может быть другого варианта. Если ты совершал преступление, иди, значит, под суд, а не под какую-нибудь рестрацию. А тех, кто не совершал непосредственное преступление, не нарушал уголовного кодекса или совершал малозначимые какие-то проступки, ну, там есть механизм амнистии, вот, значит, там нужно проводить на рестрацию или там перетестацию номенклатуры. Ну, предположим, на уровне замначальника регионального отдела. Ниже не стоит. И это будет абсолютно справедливо, потому что главное, это поменять руководящие структуры, руководящие органы, создать систему нормальных кадров, которые будут определенным ценностям верны, они уж сами там дальше разберутся. А вот сплошная иллюстрация, она все равно для любой страны опасна, уж тем более для такой страны, как Россия, где, в общем-то, не принято искать компромиссы и договариваться. Вот, поэтому я в этом аргументе депозиций. Ну, а если вас интересует, почему пытает рядовых законов, потому что есть либо заказ, либо задачи, либо нужно указать начальству, либо указать политическому начальству, либо заработать денег, и если у кого-то есть возможность забрать 5 миллиардов взятки, там понятно, туда найти места рвуса, а у кого нет возможности говорить о миллиардных взятках, они будут щипать и по мелочам. Ну, как это, я все время говорю, гаишник на дороге, ты мелкий щипач. Володь, так твоя версия. Да, ну, сначала отвечу тогда про пытки, про... Это метод оперативной работы в первую очередь, выбивания показаний, раскрытия преступлений, вербовка заключенных, использования в качестве агентов, чтобы они давали нужные показания, чтобы они соглашались в свою очередь сами, других людей пытать, чтобы самим прекратить пытки и так далее. В первую очередь, это метод оперативной работы ФСБ и ФСИН, очевидный, и у нас есть этому огромное количество подтверждений. Вот, и, конечно, это запугивание населения, взятие под контроль, запугать, чтобы люди боялись тюрьмы, боялись швабры, боялись кипятильника и выполняли все, что им приказывают и не думали даже там бунтовать и протестовать. И, в принципе, в отношении украинских пленах это тоже так же работает, за исключением того, что пытки еще носят такой военный характер, потому что из них выбиваются военные тайны и какая-то информация, имеющая значение для ГРУ, и дальше уже там на регулярной основе ФСИН обменивается информацией с ФСБ и с Министерством обороны, передавая ту информацию, которую они выбивают из украинцев для того, чтобы потом уже по этим, к примеру, координатам наносились ракетно-бомбовые удары или проводились какие-то там наземные операции. Вот. Я единственное, с чем хотел бы не согласиться, с Генадием, которого уважаю и надеюсь, мы в ближайшее время встретимся, по поводу там всеобщей, либо не всеобщей. Вот вы знаете, я бы, вот если бы я не был знаком со всеми материалами всех этих пыточных дел, я бы, наверное, согласился, потому что то, что озвучивает Генадий Гудков, безусловно, разумно. Но когда ты открываешь показания огромного количества сотрудников, например, Саратовской ОТБ-1, медиков, медсестер, врачей, сотрудников отдела режима, все как один начинают включать дурака, что о пытках они узнали в Саратовской ОТБ-1 из СМИ, из ГУЛАГу, от Владимира Осечкина. То есть Владимир Осечкин, находясь в Биарице, располагает какими-то, очевидно, волшебными свойствами, понимая за тысячи километров, что происходит там. А люди, которые работали там, которые слышали крики из пыточных, которые слышали, зачем в этом пыточном отделении включается громко музыка, почему отключаются, отворачиваются камеры видеонаблюдения, почему туда заходят улыбающиеся люди, которые там что-то шутят из других регионов, а обратно выползают или там выносят за руки, за ноги людей, которые как овощи и потом еще ставят пару порций галоперидола, чтобы они еще потом после этого всего недельку в себя приходили. Ну, я вам могу так сказать, что по крайней мере все, что касается оперативной работы с заключенными, оперативной работы в России, это главное оперативное управление ОФСИН, это оперативники в региональных управлениях, это оперативники в СИЗО и колониях, все, кто занимались оперативной работой с заключенными с местами лишения свободы в ФСБ, в МВД, это однозначно должна быть стопроцентная иллюстрация, точно так же, как должна быть стопроцентная иллюстрация для тюремных медиков. Единственное, должна быть индульгенция. Если этот человек осознает преступность организаций, в которых он соучаствовал, если он дает об этом подробные последовательные показания вновь созданным органом прокуратуры государственного обвинения, и если он при этом еще предоставляет какие-то материальные подтверждения, которые он добывал, файлы, документы, видеозаписи, фото и так далее, которые помогают в международном расследовании и в расследовании на национальном уровне. Вот только такой путь сотрудничества он может являться какой-то спасительной картой индульгенции. А если мы уйдем в сторону того, что ни пойман ни вор, да нет, к сожалению, те, кто работали в отделах полиции, двое забивали в анальное отверстие бутылку шампанского, а еще 20 слышали крики этого человека, которому разрывались кишки, и он орал там погибая. Поэтому здесь ни один вот из этих вот, уж извините за это выражение, там, ментов и садистов, тюремщиков надзирателей не должен и близко иметь никакого отношения к силовой системе. И лучше с нуля набирать и даже где-то возможно там привлекать и иностранные демократичные государства, просить на какое-то время командировать какое-то количество людей там в центральные аппараты и на места, чтобы люди из демократичных стран помогали организовывать новую пенитенциарную систему, нежели мы допустим те самые ошибки, которые были совершены в 90-е. Ведь уронили памятник Дзержинскому и хлопали в ладоши, радовались, что это произошло. Но за стеной осталось здание Лубянки с огромным количеством агентурной информации и вот этих вот сексотов. И то, что мы сейчас получили, сохранили полностью эту организацию, сохранили полностью их, не дианонимизировали, не разоблачили тех самых стукачей, которые на диссидентов советских писали ложные доносы, из-за которых их забивали, запытывали, либо закалывали психотропными веществами. Получили то, что они просто опять пришли к власти, сотрудники ФСБ и КГБ, их агентура, которая стала, как Пригожин, он был внутрикамерным агентом в колонии, а после этого вырос, был ресторатором, который там микрофоны вкручивал в вазочки и так далее. А потом уже как бы очень удобной системе человек начал уже руководить целыми отраслями, там, ЧВК и так далее. Поэтому здесь в любом случае я считаю, что именно вот те, кто причастны к оперативной работе, либо это должны быть люди, как Сергей Савельев, которые расскажут миру, что ребята, я в этой системе был секретарем, а я был ассистентом, а я был стажером, а я был тем-то, и вот вам флешки, документы, я сейчас помогу разоблачить. Таких людей, безусловно, нужно приветствовать и поддерживать. А тех, которые будут рассказывать, что они были, находились рядом с пыточной, но при этом они были капитанами дальнего плавания, слепо, глухо, немыми и ничего не знали и прочитали только это на ГУЛАГунец спустя 10 лет, ну, наверное, таким лицемерам не место на государственной службе, они не должны иметь ничего общего, либо мы опять с вами наступим уже в очередной раз на грабли, которые опять приведут к тому, что мы имеем сегодня.